И подписчики и зрители канала... С вами Дарт, и мы продолжаем играть в игру Star Wars Battlefront 1, да? Йо, да, вообще прикольно. В оригинале Йо-ду послушайте. Сейчас мы отправляемся на Геонозис, там, где во втором эпизоде началась война клонов, грубо говоря. Вот. Сейчас мы будем играть уже за клонов. То есть, играли до этого за дроидов, да, а теперь клоны, да, вот четыре класса. Пехотинец, арк-пехотинец, это ракетчик, да, грубо говоря, пилот-клон и клон-снайпер. Так, ну, начнем, пожалуй, здесь, сразу залезем по ИТ-ТИ, и... Идем, так называется. Так, приказываем всем залезть, вот видите, один игрок залез, как бы, на башню. Просто она крутится на 360, и помимо того, что я такую какую-то основную цель, он может попутно второстепенно какие-то атаковать. Так, ну, там вот дроиды сели, получается. Вот, дроид-паук. Нам нужно будет с ним расправиться. Все, отлично, справились. Ну, сейчас вот, тут как бы очень... Это одна из карт, где видите, 240, 250 на 250, и тут, если вы не будете активные действия производить, то дроиды победят. Потому что клоны здесь изначально слабее, как это сделано. То есть, ну, если ничего не делать и смотреть, то дроиды почти всегда выигрывают. То есть, нет такого, что когда-то выигрывают, ну, так вот вид от первого лица. Тут вот за нас еще Мэйс Винду бегает, но это не шибко помогает. Я говорю, дроиды всегда почти выигрывают. Поэтому приходится бегать, уничтожать технику, захватывать точки, убивать как можно больше врагов. Все, давай, отвали. Шикарно. Ну, сейчас можно просто в дроидов пострелять. Эти бластеры очень мощные, дроиды просто на куски рвет, видите, они летают тут по карте. Там еще нога дроиды закрутилась почему-то. Так, вот тут еще ездит этот дроид, Hellfire, дроид, вроде называется, как перевод сущный пункт. Вот это колесница, грубо говоря, я ее и называю. Вот он решил меня врезаться. По сути, это тоже дроид, но здесь это вот техника. Тот дроид-паук тоже отдельно саморапортизирована система ткань. Ну что, чтобы ждать, давай, чуть-чуть тебе осталось, поворачивай, не себя, поворачивайся, поворачивайся, давай, давай, давай. Отлично. Просто на куски я разлетел, за. Так, сейчас, пожалуй, побегаем к заклонам, захватим точку. Так, вот вид от первого лица, да, вот так вот у нас вот эта винтовка выглядит. Так, ну тут можно просто стоять, обстреливать, но упреждение желательно строить, он же все-таки бежит вперед. Так, точку мы схватили. Дроида уничтожили. Ксут, супер-боевой дроид, мне чем здесь он не нравится, тем, что он должен быть очень мощным. То есть, если кто-то играл в Репаблик Команда, да, или там смотрел мультфильм, ну, мультсериал по войне клонов, то они знают, что супер-боевой дроид, он довольно мощный, он не так просто убить. Вот, а здесь, ну, обычное здоровье у него. Ну, желательно бы сделать его танком, то есть повышенное здоровье, чтобы он имел. Ну вот, здесь такого нет. Ну, допустим, в новом Баттлфронте 17-го года, да, там, как бы он не входит в обычный класс, он за очки, то есть вы убиваете врагов, получаете очки, и есть возможность купить, возможность поиграть за супер-боевой дроида. И там у него повышенное здоровье и урон наносит тоже высокий, мне это понравилось. То есть, наконец-то это пофиксили. Сейчас мы играем за клона снайпера. Ну, тут все то же самое, только внешний вид у него другой получается. И... Винтовка немного по-другому выглядит, так, ну, мои свинцы, все хрупят, разрубают на куски просто. Да, республика теряет и титит, и да, он так все-таки называется. Чем мне нравится второй Баттлфронт, который в седьмом году, что ли, вышел, или я не помню, в каком-десятом, может. Там, ну, оружие немножко различается, то есть, не просто внешним видом, еще и характеристиками. То есть, скорострельность, урон и прочее. Так, ну, сейчас я опять взял разведательную дроиду, и буду издалека обстреливать просто все. Проблема в том, что меня сейчас могут там убить, то есть, спокойно подойти там, расстрелять в упор. Я ничего не смогу сделать, потому что я его тут летаю. Ну, давай, 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 давай. Как-то какого-нибудь получается убить, очень слабый пластер. Но я могу вызвать орбитальный удар. Да, вот, отлично, просто уничтожает всех. Это может так в кучу, вот для чего и нужен это разведательный дроид, залететь в кучу врагов и активировать орбитальный удар просто всем там, грубо. Можно сразу очень много фрага заработать. Ну, сейчас мы тебя с пистолета расставляем взять пистолет, тут тоже, видите, другой видом. А тут еще за дроидов вот эти джианосианцы летают. Типа насекомые вот эти вот, ну, местные жители, грубо говоря. За них играть нельзя, они просто как дополнительные силы, и они в количество верхней, которая написана там, сколько вас, не входят. То есть они дополнительно здесь летают. Вот видите, звезда смерти, тут вот обстановка типа, ну, джианосианцы как тут проходит, ну, типа нарисован вот этот килограмм. Так, я его видел. Так, точку захватил, поэтому могу спокойно выйти и его расстрелять там. Так, вот они посягнули опять на точку. Ах, блин. Давай, 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 давай. Блин, расстрелил меня. Хорошо, сейчас поиграем за клона пилота. Значит, у него винтовка выглядит точно так же, как у обычного клона, только она стреляет энергетическим зарядом, который можно задержать. То есть задерживая, урон повышается. Ну, вот тут это обычный такой выстрел. И я ничего, щиту дроидеки нанести не смогу. Там маленький урон, но он просто быстрее закончится, чуть-чуть. Потом нужно ждать, да, вот. Ну, как-то так. Так, ну, тут я могу отремонтировать этих дроидов. И это будет исполнять здоровье, и это будет патроны раздавать. То есть пистолетико мы уже расстреляем, так будет быстрее. Так, сейчас я вам покажу, как эта винтовка действует. Ну, вот, задерживаешь. Только у нее еще радиус маленький. Ну, вообще, как-то неудобно, если честно. Мне не нравится это оружие. Могли бы что-нибудь поинтереснее придумать. Ну, в принципе, можно убивать, но это наловчиться надо. Вот видите. Накопил чуть-чуть, не туда пальнул, все, и получается насмарку, все. Так, я в упор не попал, что ли? Офигеть. Так, давай, 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 давай. Ну, давай же, блин. Отлично, разменялись я и он меня. Так, обстановка, опа. У нас там пытаются точку отвоевать. Так, пожалуй, за арку пехотинца высадимся. Просто покажу вам его. Так, ну вот такая ракетница у нас. Прикольная, кстати. Блин, опять радиус маленький. Да что же вы будете делать? Ну, пипец. Прям в тело попадает, наверное. Не смог я спасти своего товарища. Боевого дэнга. Так вот, сейчас сработали ли ты тоже иди отсюда. Так, ну и под конец миссии я предлагаю полетать на LLT или как он там, LLT называется. Так, ну вот кабина, кстати, выглядит очень классно. Чем, в отличие от того истребителя за дроидов, да, тут он может зависать на одном месте, то есть, а тот по инерции летит вперед, как бы, то есть остановить его нельзя. Сейчас я могу присесть и попросить нескольких клонов сесть ко мне в самолет, грубо говоря, я бы могу его так называть, ну, в корабль десантный. И по бокам там есть эти кабины, где можно посидеть, там пострелять. Ну, тут еще ракеты могу запускать. Вот видите, лучи они зеленые пускают. Под здоровьем справа вы, как бы, можете видеть, ну, дополнительный, видимо, щит какой-то, который есть у техники. То есть, вот я врезался, и у меня броня нисколько не закончилась. Ну, если эти зеленые штучки пропадут, да, вот эти, шкала вот эта упадет, то, скорее всего, я получу урон. Так, ну, тут можно эту штуку разрушить, либо просто добить всех дроидов. Ну, у нас новая напасть, дроид застрял в текстурах. То есть, он последний остался, и у меня несколько вариантов, это либо уничтожить ту станцию, да, последнюю точку возрождения, либо его прикончить. Но он никак не хочет вылезать из текстур, поэтому я даже не знаю. Так, вот он вылез, и мы его уничтожили просто. Все, победа. Так, я убил 63, и четыре раза умер, ничего так. Пойдет. Так, на этот раз мы на Камино будем сражаться. За Родину-Мать, как говорится, да. Это чей еще, вот, планеты, вот эти звезды, это все красиво выглядит. Вот, вот, это вообще-то, мне вот топово, мне вообще нравится, это в Баттлфронте. Так, ну, тут дополнительный класс, реактивная пехота. Появился. То есть у нее реактивный ранец есть, то есть он может летать. В качестве основного оружия у нас какая-то ракетная установка, ну, типа, мощным энергетическим зарядом стреляет, всего, как видите, два в обойме, грубо говоря, если можно так выразиться. Ну, пистолет дополнительный, и куча, шесть гранат, как видите. То есть это десантник такой, который залетает, скидывает себя гранатами, расстреливает и улетает спокойно. Ну, дизайн у них, здесь один и тот же, одинаковый примерно у всех клонов, только цветы меняют, и вот реактивный ранец дорисовали, да, допустим. Ну, шлем еще отличается у клона-инженера, получается. Клон-пилот, который так вот себе урон нанесает, ей-ей, мощная граната. Ну, во втором баттлофронте там у них еще и броня немного разная, и это мне нравится. Так, ну, я две точки захватил, наши смогут здесь с двух сторон на эту точку натеснить дроидов на этой точке. Ну, так что... Думаю, без проблем тут все обойдется. Ну, как видите, здесь уже наше преимущество, то есть это все-таки, типа, клоны тут более рьяно сражаются за свои волосы. Один, да, и... Вот я почти всего две точки только захватил, а у дроидов уже 160-х осталось с лишним, а у нас уже 200-х с лишним, то есть у нас преимущество явное. Возможно, это все из-за класса реактивной пехоты, то есть... Вот он там влетает везде и дополнительный урон наносит. Хрен знает. Так, сейчас мы тебя уничтожим, да... Ой, чуть-чуть промазал. Ну, блин, два раза промазал, что, что ты будешь делать? Вот эти пистолетики тебя добью, нет? Так, гранаты, к сожалению, он кидает не очень далеко, даже явно, кажется, кинул бы дальше. Так, восполнил все. Ой! Я специально в него не стрелил, потому что хотел увидеть, как он подрается на гранате. Так, ну тут уже завершение. Как видите, у нас 130, а их всего 20 осталось. Да, сейчас я просто обычным плоном добью оставшиеся силы, если получится, конечно. Потому что вот дрейдека тут мощно, конечно, я бы... Так, ну-ка, ну-ка. Броня еще не слетела. Вот еще есть ударная граната, не знаю, наносит ли она вообще урон. Он маленький очень, он наносит. Ну, давай, 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 что-то не добить-то не прошло, отлично. Шикарно просто поразовались. Все, один остался, сейчас его добьют. Вот, кстати, тут можно прицеливаться, да, когда играешь с третьего лица. Дополнительно так, подспорь и такое. Ну, тут краски не такие уж... Гамма не такая классная, как в последних Battlefront, поэтому здесь порой нужно приблизиться, чтобы кого-то увидеть. Так, на Архенбаре. Это ледяная планета, то есть, как бы, играя во времена Империи, да, там ход. Ледяная планета, играя в армию, вот, во все, как сказать, во времена Войны Клонов, здесь Архенбар. Ну, тут новых классов никаких нет, пожалуй, возьмем вот этого. Там можно сразу высадиться, было выделить на ATT, но я решил вам показать вот этот танк. Вот, позвал клоуна-снайпер, он сел с нами, вот так кабина изнутри выглядит. У него есть обычные бластеры и... Ну, не бластеры, это бластеры, это ручное оружие здесь. Просто... И ракеты дополнительно у нас есть. Турелис, может, например, у нас есть. Или лазерное орудие какое-то вот тут. Бластерное орудие какое-то. Так, вот видите, он тоже там стреляет. То есть, допустим, он может меня сзади прикрывать в то время, когда я... Точку я захват не пойду, я буду танки уничтожать. То есть, видите, тут у наших танков преимущество в том, что мы еще дополнительно ракеты можем пускать. То есть, там даже если в башню кто-то сядет, к танку противника, то ракеты у него все равно нет. То есть, у меня пока, допустим, идет перезарядка бластеров, да, вот этих. Перегрев орудия, когда я могу спокойно ракеты пускать. Более мощный танк-то. Ой-ой-ой, я думал, это дроиды, это, кажется, наши. Так, ну тут спокойно вообще можно просто разруливать, просто уничтожать дроидов на этих танках. Из той пещеры лезут наши, потому что там точка возрождения рядом. То есть, дополнительно можно не обязательно все убегать здесь, можно там напрямую пройти. Сразу к кущу сражения выйти. Так, ну тут урель работал. Отлично попал ракетой шикарно. Вот так вот, видите, дроидов сейчас мы тут уничтожаем немного, чтобы наши смогли спокойно из пещеры уходить. Из ледяного туннеля вот этого. Так, ты давай вали отсюда. Так, у меня совсем уж мало здоровья тут осталось. Просто уничтожая его кучей дроидов, не знаю, наверное, 30 уже убьют. Сейчас я вам покажу точку вот этой вот ледяной пещере, да, вот где клоны бегают. Пожалуй, за обычного побегаем, да. Так, ну вот, она так выглядит в целом прикольно, вообще красиво так. Ну, для того года было классно. Тут еще просто потом играю в обычное сражение. Здесь вообще такие битвы творятся в этом туннеле просто неимоверные. Просто мне порой лень или не хочется опять в танк садиться, и когда начинаешь просто запихаться, разбежишь его в туннель. Тут такие битвы с гранатами закидываем друг друга. Сразу куча врагов взрывается. Так, ну сейчас моя задача, конечно, захватить точку, помню, тут выстреляет со всех сторон. Так, мы этого не уничтожим. Так, мы спокойненько. Опа-опа-опа-опа. Раз, раз, все. И сейчас захватим точку. Тут где-то еще дроид, да, не дает захватить. Все, отлично, его убили. И спокойно захватываем точку, даже очень быстро. Чем больше союзников захватывают точку одновременно, тем быстрее происходит захват. Ну, когда кончается патрон, он может спокойно добежать до базы. И к этому дроиду восполнить все. Потому что сейчас по мне, как бы, никто не стреляет, а у меня только патроны заканчиваются. Я просто подбежал, за восполнен. Так, еще клоны свои же прямо вот перед тобой бегают, прямо под выстрел попадают. Так, конечно, не клево. Так, второго драйдеку не получилось добить. Так, ну тут, наверное, мне кто-то помог со мной, что-то я его так расстрелял. Ну, вот это реактивное пехотинец. Видел, он прямо в него попал четко. Так, ну, пожалуй, сяду в туннель. Надоело мне уже стрелять вот так вот. Где-то вот оно тут есть. Ай-яй-яй-яй-яй. С противоположной стороны у меня стреляли. Также можно спокойно захватить технику противника. То есть у них будет всего один танк, а на нашей стороне три танка. И это как перевес такой в нашу сторону. Так, добиваем всех тут. Так, еще ракетчик ко мне работает. Ай-яй-яй. Все, давай валяться. Так. Офигеть, он лупится своих ракет. Уничтожьте вы его, расстреляйте. На сто человек вы не можете его одного расстрелять. Так, осталось только трое, да? Вот там не твоих, вижу. Там еще наш. Сейчас мы их добьем в ближнем бою. Так, ну где ты? Опа, промазал я. Так, ну тут дроид, он может меня лечить. То есть им сложнее меня убить. Еще чуть-чуть, и я в кадр бы влез. Так, скольких я убил? 64. Ничего, так два раза умер всего. Так, ну и последняя миссия, грубо говоря, в Войне Клонов, в компании Войны Клонов, это вот на Кошейке опять. В этот раз мы будем защищать Вулк, если за дроидов мы их уничтожали, то сейчас будем помогать. И сейчас карта уже другая, то есть не та же самая. То есть на одной планете может быть несколько карт, ну, на Бу, допустим, Кошейк, то есть по нескольку карт на планете. Ну вот, теперь она вот так выглядит. И сразу возьмем реактивного пехотинца. Долетим до этой точки и захватим. Это нам поможет нашим войскам тут возрождаться. О, видите, рыбы уплывают от гранат. Это тоже прикольно. У нас техники, проблема в том, что за нас Вуки, да, то есть дополнительно, то есть помимо обычных солдат, вот, которые число написано вверху, тут за нас еще сражаются Вуки. Но у дроидов тут есть техника. От вот этих вот спидеров, да, допустим, до танков. То есть у них тут преимущества. Ну, а мы можем, допустим, если не хотите бегать там внизу защищать, там, или атаковать партию, то можно тут сверху просто залезть и расстреливать сверху. По вам, конечно же, был тоже стрелять, безусловно, но вы все равно тут более-менее закрыты, да, то есть можно успокоить сейчас, чтобы добежать до аптечки. Но я не хочу. Так, сейчас я попробую реактивным пехотинцам захватить точку и опять преимущественно на нашу сторону немножко вынести. Ай-яй-яй, кто по мне стреляет? Во! Блин, уничтожили я уже. Выпустил ракету. Так, кто тут, так кто? Здоровья вообще нет. Так, это подберем отлично. Вспомнили немного. Сейчас захватим. Вот, кстати, когда в воде стреляю, что, ну, вот видите, я почти в него попал, но вода как бы на урон поглотила весь. То есть нужно прям вообще прямо в него попасть, да, вот так вот уж купить. Ну вот я захватил точку, сейчас будет преимущество уже на нашей стороне. Так, сейчас давайте за инженером немного поиграем. Тут я могу турель построить. И наши войска смогут тут сидеть и обстреливать всех. Ну, он очень маленький, он турели, но если только он будет по мне попадать, то есть в голову, да, он сможет у меня убить. Ну, турель тут для него довольно прочная. Долго придет стрелять. Ну, видите, да, я стреляю в воду и рыбы всплывают. Это забавно, конечно. То есть можно местную фауну поубивать тоже. Ну, вот так вот сидишь и обстреливаешься. Битва эта очень затяжная, серьезно просто. Кошмар какой-то. То есть я летал, постоянно захватывал точки, помогал своим там сверху, обстрелил еще что-то. Но тут вообще очень трудно, потому что техника на стороне противника. Вот, и приходится прям вообще. В поте лица тут бегать. Так, ну их всего 18 осталось. Это можно просто уже спокойно не смотреть на точки, просто бегать и... Стать наемным охотником, выцеплять этих дроидов, искать их и уничтожать. Так, ну тут вот граната, кстати, в воде неплохо работает. Возможно, именно то, что она у реактивного пехотинца очень мощная. Может, потому что реально тут так сделано. Так, их уже 10 осталось. Так, рядом кто-то есть. Так, вот клон, он убил его, команда, он отец вообще. Ну вот они, ну, далеко где-то бегают, я их, пожалуйста, посмотрите, как постреляю. Вот видите, прямо не попадаешь, и в воду как бы этот бластерный заряд уходит, и как бы урона не наносится. То есть нужно прямо в тело попадать. Вода тут жесткая, поглощает весь урон. О, шикарно просто. Бабах. Так, случайно, что-то гранату кинул. Так, сейчас, давай-давай-давай-давай. Мы тебя убьем, давай. Нет, нет, не смей меня убивать. Всё, отлично. Так, ну-ка. Молодец какой. Хороший пилот. Полечил меня так. Где-то они тут заныкались. Наверное, тут за лестницей, да? Ну-ка. Нет, нет, странно, где же они спрятались-то? А, вот они, голубки. Одного сейчас убьем сразу, и второго. На, отлично. Ну что ж, надеюсь, это видео вам понравилось. Мы закончили первую кампанию. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал, пишите ваше мнение по поводу игры. Всем всего хорошего, до скорых встреч, и всем пока. Пока.